Здесь у нас представлены два пирога, как выполняется в кровле. Это стандартное исполнение утепления между стропил. То есть вот стропила. Между стропилом у нас утеплитель либо Gutex Thermoflex. Это вот такой очень упругий материал. Он будет компенсировать любой деформацией. Либо сюда уже задувается Gutex Thermofibra. Это задувное, тоже очень упругие древесное волокно. Это очень натуральные материалы. Здесь в составе только древесные волокна и полифосфата аммония. Это соль, кондитерская соль. Это натуральное качество антиперена. И все, и больше ничего нет. 95% древесины и 5% антиперена. Поверх стропил у нас идет плита. Здесь может быть либо Multiplex Top. Это больше форматная плита, влагостойкая. В составе него есть парафин. То есть каждое волокно обработано парафином. И является водонепроницаемым. То есть до 3 месяцев можно оставлять эту плиту непокрытой. То есть вы смонтировали прям по стропилам эти плиты. И до 3 месяцев можно оставлять их как временная кровля. Не переживать, что там что-то намокнет. Даже подождем. И потом уже можно спокойно монтировать кровлю. Если это так нужно. Снизу у нас должна быть обязательно прорезоляционная мембрана. Два варианта здесь. Либо это DB Plus ProClima, либо Intel Plus. Это вариативные мембраны. И обрешетка соответственно. Второй, более сложный, более эстетичный вариант утепления кровли. Это надстропильная. В том случае, когда нам нужно стропила оставить в интерьере видимыми. Мы можем сделать так. Взять вот стропила красивая. Сразу смонтировать отделку потолка. В виде некой доски. По этой доске монтируется специальная мембрана. Порезоляционная. В данном случае это ProClima Entezana. Отличие от обычных прорезоляционной мембраны. Здесь то, что она износостойкая. То есть по нему можно спокойно ходить. И она не боится ультрафиолета. Это очень важно. Потому что будет монтировать снаружи. Здесь уфостабильность имеется. После него монтируется уже плита. Либо термосфер гомоген гутекс. Набирается толщина может быть до 240 мм. Единой плитой. И поверх нее уже монтируется функциональная плита. Влагостойкая. Мультиплекс топ. Либо есть более, так скажем, однослойный вариант. Когда монтируется просто одна плита. Гутекс ультратером. Здесь толщина уже до 160 мм. И если такая толщина, в принципе, по расчету подходит для вашего региона. То можно сделать это одним единым слоем. Да. Контррейка обязательно крепится конструкционными саморезами. В данном случае это саморезы ротобласа здесь. В таком случае вот крепятся обычными саморезами. То есть в потай. В потайной головкой. То есть там частичной резьбой. В таком случае крепятся специальными саморезами. Называются они, допустим, ротобласа ДГЗ. Это саморез с двумя отдельными частями. Винтовыми частями. То есть одна винтовая часть закручивается в стропилину. Другая винтовая часть закручивается в контррейку. И таким образом нагрузка с контррейки, контрабельшетки, напрямую передается на стропильную систему. Не нагружая утеплитель. Здесь у нас представлено два таких, так скажем, испытания материалов на нагрев солнца летом. Солнцем летом. И с точки зрения суксаляции. В сравнении у нас участвует пенополистирол 5 см, минеральная вата 5 см и древесно-изоляционная плита ГУТЭКС тоже 5 см. Здесь находится датчик температуры, который будет замерять температуру под плитой. И вот здесь будут показатели в верхней части. Выключаем имитацию солнечного нагрева и фракрасными лампами. И ждем какое-то время для того, чтобы утеплитель либо пропустил, либо не пропустилось через себя это количество тепла. Здесь стенд у нас показывает свойства разных материалов с точки зрения суксаляции. Тоже три материала. Пенополистирол тоже по 5 см. Пенополистирол, минеральная вата и ГУТЭКС. Это у нас минеральная вата. Практически не задерживает звук. А это ГУТЭКС. 5 см древесной изоляции. Она обладает очень сильными звукополощающими свойствами. То есть за счет плотности он, соответственно, не продувается. И тем самым звук не передается у нас здесь. Здесь у нас уже готовы результаты. ГУТЭКС как было 30 см, с чем-то так, в принципе, и осталось. Минеральная вата уже за 50,5 градусов. И пенополистирол 37. Он еще будет греться и до примерно 50 см начнет уже плавиться. Хуже всего здесь показывать минеральная вата, потому что у него очень низкая теплоемка, всего лишь 800 джоль на килограмм. Средний показатель у пенополистирола, там 1100 джоль на килограмм. И лучше всего будет показывать себя древесной изоляционной плита ГУТЭКС, так как тут 2100 джоль на килограмм и очень высокая плотность еще. Это все дает эффект ровной температуры, то есть постоянной комфортной температуры на мансардных этажах, особенно это актуально, в летний период. То есть у вас не перегревается за счет нагрева кровли, не перегревается помещение, вам всегда комфортно, у вас всегда постоянная комфортная температура.